И сегодня вступили в силу поправки в Трудовой кодекс России. Штрафы за незаключение трудовых договоров и пенни за задержку зарплаты существенно выросли. Подробнее об этом мы поговорим с нашим экспертом. Сегодня это Павел Андреев, адвокат по трудовым спорам. Павел Викторович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сильно возросли штрафы за невыплату зарплаты? Вот если раньше за задержку заработной платы должностное лицо, то есть руководитель организации штрафовался от 1 до 5 тысяч рублей, то сейчас минимальный штраф начинается с 10 тысяч рублей для руководителя организации. То есть резко возрастает ответственность. Повысили пенни за невыплату зарплаты. Можете объяснить на примере, допустим, человеку не выплатили 30 тысяч рублей. Какую пенню придется заплатить работодателю? Ну, с сегодняшнего дня эта пення увеличивается ровно в два раза. Если зарплата работника примерно 30 тысяч, ключевая ставка, бывшая ставка рефинансирования Центробанка у нас на сегодняшнее число составляет ровно 10% годовых. Эта ставка действует с 19 сентября 2016 года. То в этом случае при названном вами размере заработной платы за месяц, ну, это примерно мы будем говорить о сумме 550 рублей за месяц. Павел Викторович, ну вот скажите, можно как-нибудь проверить правильность заключенного трудового договора? У нас в Российской Федерации сейчас есть очень удобный интернет-ресурс. Это сайт Роструда и сайт любой региональной инспекции труда, в частности, госинспекции труда Челябинской области. Там есть опция онлайн-инспекция. Любой работник может проверить, какие требования законодательно предъявлены к его трудовому договору. Плюс он имеет право обратиться на прием в государственную инспекцию труда. Там в установленном законном порядке ведется прием, и он имеет право при наличии паспорта и своего трудового договора обратиться на предмет того, чтобы инспектор, ведущий прием, оценил, соответствует ли заключенный с ним трудовой договор требованиям законодательства. А что делать, если трудовой договор вообще не выдали? Если вы устраиваетесь на работу и вам не дали трудовой договор, и у вас на руках нет никаких доказательств письменных ваших трудовых отношений с работодателем, и работодатель отказывается оформить ваши трудовые отношения, то вам обращаться только в один орган – в суд. Только суд в данном случае может установить факт ваших трудовых отношений. Если же у вас на руках помимо отсутствующего трудового договора и есть иные доказательства, которые указывают на ваши трудовые отношения, ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, пропуск, расчетные листки или что-либо иное, то вы имеете право обратиться в госинспекцию труда и в прокуратуру, и они оценят всю совокупность имеющихся у вас доказательств. Спасибо за беседу. Напомню, на связи с нами был юрист Павел Андреев. Мы говорили о поправках в Трудовом кодексе.